Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге Великие музеи мира Уильям Хогарт, художник и его мопс. 1745 год, холст масла 90 на 70. Уильям Хогарт, великий английский художник, гравер, теоретик искусства. Официальное название работы не совсем точно, правильное автопортрет художника с его мопсом. Эта картина в картине продолжает порочную страницию подобных автопортретов. На переднем плане предметы, идентифицирующие модель как художника, палитра, литературно образованного человека, книги, на корешках которого указан Шекспир, Свифт, Мейтон. И это действительно так. Позднее, в 1753 году, будет издан собственный трактат Хогарта, анализ красоты. Но его идеи нашли отражение уже в данном автопортрете. Присмотримся к палитре. На ней изображена кривая линия. И дано пояснение. Линия красоты и изящества. Эта идея ставит основной в трактате. Линия красоты, согласно учению Хогарта, S-образная линия, являющаяся границей двух пространств, наиболее гармонично сочетающихся друг с другом. Большое мастерство требуется, чтобы прочертить ее совершеннейшим образом. Проведя ее, Хогарт уподобил себя древнегреческому художнику Апеллесу, олицетворению совершенства в искусстве живописи, проводившему столь тонкую и совершенную линию, что никто не мог ее повторить. Но если у Апеллеса, согласно преданию, это была прямая линия, то Хогарт за эталон взял изогнутую. В предисловии к трактату художник признавался, что ни один египетский иероглиф не занимал умы в течение столь долгого времени, как эта линия. Художники и скульпторы являлись ко мне, чтобы узнать значение этих слов, были озадачены ими не менее, чем все прочие, до тех пор, пока не получали разъяснений. Вторым важным персонажем картины является любимая собака автора, Мопс Трамп. Если внимательно присмотреться к обоим изображениям, то, как это часто бывает, можно найти некоторые сходства в их публиках. В таком случае, пес служит воплощением дрочливого характера хозяина. Вот такое описание к работе художника и его Мопс, Уильям Хогарт, 1945 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok